Реванш, Диди нам показывал какие-то невероятные просто разрывы оппонента. Остальных мы тоже не до конца еще так вот распробовали. Безусловно, то есть сейчас в рамках этой карты должны перезагрузиться коллективы. В первую очередь отбросить все, что было ранее сегодняшним игровым днем. И уже всецело подойти к конкретному сражению. Ну попробовать найти. Опять же, у нас в рамках этого турнира, видимо, все встречи уже идут в формате Европа против Китая. И здесь это вносит много сложностей и для тех, и для других. Замечательно. Надо еще посчитать, сколько организатору турнира дополнительных денег в итоге на это выделили. Да, есть принцип, что если встречаются коллективы из разных регионов, то победившему коллективу в этой встрече конкретно выплачивается еще тысяча долларов, которые никак не относятся к изначально заявленному призовому фонду. И, по-моему, там набежала уже сумма, которая обычно на некоторых небольших турнирах бывает, как призовой фонд. Тысяч десять уже должно быть. Ну, если там, скорее всего, не за каждую карту, а все-таки за противостояние, да, у нас. Бест оф три, хотя нет, опять же, в Бест оф три было только... Сегодня они уже три тысячи выиграли. Ну, посмотрим, посмотрим. Надо подсчитывать. Опять же, друзья, деньги, и правда, немаленькие. И даже вот эта встреча, которая сейчас будет скоро уже разыграна, как бы не только, да, как раз-таки несет в себе то право попадания в плей-офф, а еще и просто эту тысячу долларов. Кто выиграет B.I.G. Тайлу неизвестно. То есть это приятный бонус. Так, суммарно прошлись по групповой стадии, уже заработали там, может быть, даже не то, что тысячу, а пару-три тысячи долларов, допустим. Друзья, напомним вам, те, кто забыл, те, кто, может, впервые на трансляции, для вас работает студия U.K.N. Company. За микрофоном находится Норф, мой коллега Заяц. И, соответственно, турнир QI Inventational продолжается второй игровой день. У нас по-прежнему групповая стадия. Завтра будет плей-офф. Разыгрывается 75 тысяч долларов. За первое место дается 45, что, в принципе-то, неплохая сумма. Вот, например, если брать тех же Valiant, у них общий призовой фонд за все время 33 тысячи. Я вот вообще не понимаю отзывов некоторых современных зрителей, особенно которые за киберспортом следят в последние 2-3 года. Я рад, что киберспорт расширяет, скажем так, зону покрытия, и все больше людей им интересуется. Но когда человек приходит и говорит, что 35 тысяч, да они им не нужны, господа, 10 лет назад за 35 тысяч на каком-то лане команда бы грызли друг друга горло. В прямом смысле этого слова, а не на поле боя. Ну, я думаю, еще не все так вот, может быть, уже излишне... Поверхностно относится к этим призовым. В принципе, деньги хорошие, друзья. Паул снимается. Поехали, поехали. Оверпасс пистолетный. Здесь уже B.I.G. играют в атаки. Лекция покупает две флешки. И один смоук, и один декой. Ну, а тайлу разбегаются по карте. И даже вот экскурант пошел в какую-то агрессию. Там будет сейчас фонтана кому-то навешивать свои плюхи, но ни на кого не наткнулся. Но быстрого выхода от B.I.G., кстати, не последовало. Действительно, они так встали игроками и на подвале. Тут же поджали монстр и ждут агрессии именно со стороны китайцев. Тайлу, кажется, угадывают. Тайлу, кажется, угадывают. Видят, что, в принципе, это пусто довольно-таки на банане. Пусто где-то там на длине. Вот все начекало экскурант. И это выход B.I.G. с плитом через зигу, через монстр на точку B. А здесь уже готовый китайцы Тайлу за бочкой. Еще ведь там может работать. Момот он сейчас не открывается. Должен ударить в спину. И минус голова одна залетает. Размены неплохие от Легжия. Два фрага уже сделал. Ну и один Легжия живой против двоих. В принципе, здесь застрелять его, наверное, будет нетрудно, если только Легжия не пойдет дальше. Экскурант вовремя врывается. И это победа Тайлу. Бомба не поставлена. Ну вот вроде бы на тоненького-то сыграли. То есть только один игрок выжил. Но самое главное, захватили инициативу. Сейчас играют за защиту. И сразу же ставится тайм-аут. Но я надеюсь, что этот тайм-аут у нас будет такой 7-минутной. Какая-то тактика. Может быть, что-то нужно подшлифовать, откорректировать. Но не технические неполадки ни в коем случае. Ну, конечно. Все-таки второй день. Все уже более или менее, правда, подшлифовали. Настроили. Следующий еще Best of 3 будет, кстати, друзья, с победителями этой встречи. И, соответственно, с командой, которую Вэллианс выиграла, это Eclipse. То есть сейчас Тайлу, Биайджи борются только за право попадания к следующему сопернику. Ну и также, друзья, мы, конечно же, вас предупреждаем вообще и сейчас, и на будущее, что если вы смотрите трансляцию по какому-то лану, если вы занимаетесь какого-либо рода аналитикой подобных ланов, то всегда имейте в виду, что трансляции очень редко попадают на заявленные тайминги. Чаще всего случаются задержки, либо, наоборот, это все переходит в лайв-режим, и игры идут одна за одной. Но из-за сотрудничества с буквенкерскими конторами игры обычно раньше не стартуют, только если позже. Переносы бывают только наперед. Да, и это большое испытание. Вот, например, как для команд, так, на самом деле, и для комментаторов. Тоже трудно очень вот так вот весь день сопровождать команды. И командам невероятно трудно. Мы уже вчера были свидетелями, как просто вот у Five Power, видно, закончились силы. Просто нет энергии. И сейчас тайл у Биайджи, кто бы не победил, ему еще сразу же после этого Best of 3 играть. На ланах это двойная энергия, двойная отдача энергии. И хватит ли у победителя потом сил, чтобы клипс одолеть? Да, тут аргумент из разряда «они играют дома постоянно, там, по 12 часов в Counter-Strike». Это для них норма не работает, потому что, находясь на лане, вы абсолютно по-другому эмоционально подходите ко всему этому. И также ваш организм абсолютно по-другому воспринимает напряжение. Ну что ж, Форсбай, ох ты, даже на один Галил для Тизиона хватило. Вот таким вот образом будут работать, какие богатые Биайджи выходят. Что с Езиан, возможно, сейчас удивит нас. Коннектора проходит ближе уже, наверное, к болоту. Там сам Бадди находится. Нет, он, к сожалению, не на болотах. Разве что Экскурат может удивить сейчас коллектив атаки. Но тот со Скалатом тоже пошумел на банане, да и отошел. У всех из игроков коллектива Тайлу. Вторая броня в каске есть. И мне страшен этот Галил, в принципе, ну, так, по крайней мере, с первой пули. Экскурейт уходит со Скалатом играть, по всей видимости, на длину. Но там никто не попадает в его прицел. Здесь же начинают добить туалет. И неплохо, Тапсон, открылся. Да, ХЕшка его не добьет. Далее Экскурейт должен не отпускать длину. Злины проходят на Галил еще и с Мую. Но дальше все-таки его уже прогоняет банк. Нужна поддержка коллектива, нужен сам Бадди. Но его разменивают. Друзья, с хелпы, с лестницы приходит только-только сейчас Мой и Диди. Что же делать? Пускай и БиАйджи очень битые, но при этом они уже достигли немалого результата. Тут же Диди задавил все-таки на Экса. Остается Леджи, у которого всего лишь 16 хп было. И он также становится следующим таргетом для команды Тайлова. БиАйджи куда-то разбежались. На самом деле, вот бомбу бы поставить. И все было разыграно совсем бы иначе. На последних секундах 20, но, к сожалению, видимо, этот скаут настолько их задержал, что даже не смогли установить взрыв пакет. Ну и сейчас должны отдавать, по идее, третий за подряд своему оппоненту. Очередной тайм-аут у нас ставится. Видимо, что-то прям совсем там серьезное у коллективов происходит. Может быть, с девайсами проблемы. Может быть, со связью, опять же. У нас, к сожалению, нет такого прямого доступа общения с организаторами. У них у самих хватает сейчас дел, я уверен. Да ничего страшного. Ничего страшного. Друзья, вот я уверен, сейчас довольно-таки много человек нас смотрит. Вот ты, дорогой товарищ, возьми свой телефон, открой Твиттер, напиши сообщение, поставь хэштег UCC Studio, отправь его. Мы его выведем на экран, с тобой поболтаем, и с Кемеровской области, конечно, так тоже не работает. Черт! Ребята, всех в Голорусь срочно! Наоборот, как бы, Твиттеры у нас вроде бы подключаются потихонечку. Ну что ж, работает, да, видимо. Пока же опять, друзья, ну, то есть, я надеюсь, вы поняли, как это действует. Пишите нам, мы будем общаться, мы будем с вами разговаривать, делиться какими-то интересными новостями. Мы уже вам, на самом деле, много про этот турнир рассказали. И завтра, я уверен, много тоже вы нового узнаете. Опять же, 75 тысяч долларов, очень серьезная сумма. Коллективы завтра встретятся лучше. Игоценты Гу и уже Эклипс, Вэльянс, прошу прощения, получается. Чина, намба-уан. Друзья, вот, кстати, по поводу Чина, намба-уан, тоже интересный вопрос. Получается, в итоге-то все-таки, что все-таки еще ни один китайский коллектив в плей-офф не вышел. Это будет ужасно, я уверен, для такой вот идеи турнира объединить Запад и объединить Восток. И либо это будет Тайлу, либо это будет Эклипс. Притом, либо они, либо они. Но в плей-оффе кто-то быть точно должен. Я практически уверен, что сейчас позвонит кто-нибудь китайским коллективам на этот лан. И, безусловно, замотивирует их каким-либо образом пройти в плей-офф стадию, как минимум, и зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Ну, Диди, я бы Диди пропустил. Посмотри, 4-0-1, он снова начинает, у него два значка MVP. Великолепно. Щиты за китайцев. Друзья, правда, болейте за азиатские коллективы. По крайней мере, за Тайлу. Ну, и сегодня за Эклипс, который тоже, кстати, лично меня удивил. Я думал, будут вторые фейфпауэр. А нет. Вот, кстати, по поводу Китая я сейчас небольшой такой монолок расскажу, почему мы говорим о том, что где-то мы шутим. Но в каждой шутке есть доля правды, что китайцы могут что-то позвонить в Китае, к киберспорту относятся совершенно на ином уровне. Это уже не просто какое-то развлечение для молодежи. Это структура, которая и контролируется государством, и поддерживается государством. Мы, к примеру, с 2020 года киберспортивные игры, вообще многопользовательские игры, так или иначе, даже которые не относятся к киберспорту, они будут влиять на жизнь обычных рядовых китайцев. Если кто вообще знает, как устроена у них система, у них есть система рейтинга у каждого человека. То есть, если ты ведешь себя хорошо, ты честный гражданин, платишь налоги, тогда у тебя высокий рейтинг, он растет, тебе доступны новые льготы. Если ты нарушаешь закон, у тебя эти льготы забирают, и ты там можешь ездить, допустим, только летать самолетами самого низкого класса, то есть только экономом. Так вот, игры начнут влиять на этот рейтинг. Если ты пришел, сыграл какую-нибудь катку в Counter-Strike, тебя захейтили твои тиммейты и сказали, что ты вел себя плохо, зарепортили, и у тебя рейтинг падает вниз. Самый лучший способ бороться с токсичностью, по-моему, придумали в Китае. Неплохо, неплохо, конечно, вот сразу так с плеча. Вот честно, как вы думаете, будет ли это долгая игра? Ну, Тайлуби IG... Она будет долгая. У нас три раунда разыгрываются уже 10 минут, ребят. Это будет долгая игра, безусловно. Да, парадоксальный вопрос, но если без пауз, то, мне кажется, тоже, ну, коллективы вот равные. Встретились на бумаге, друзья. На бумаге это, наверное, вот равные коллективы, представители каждой своей стороны Запад-Восток. У BG просто, опять же, странный трейнг был. Мы думаем, что это какая-то вот случайность. И, кстати, возвращаясь к теме вот киберспорта и китайского, опять же, государства и, опять же, всего вот этого движения в мире, даешь киберспорт на Олимпийские игры. Вот заговорили же об этом. Я категорически против, опять же, это сугубо лично мое мнение. Я могу его, собственно, скажем так, аргументировать. Я вообще считаю, что вот разговор, который, по-моему, год назад активно поднимался во всех социальных сетях, что киберспорт — это спорт, привлекает ли его там признавать на мировом уровне и так далее. У киберспорта всегда была абсолютно своя дорога, по которой он развивался. Он формировался абсолютно не так, как формировались другие виды спорта, которые сейчас есть там в Олимпиаде и так далее и тому подобное. И вопрос, а нужно ли вообще киберспортивному сообществу, чтобы его добавляли в Олимпийские игры? Ведь что будет, по сути, собой представлять, если, допустим, тот же самый Counter-Strike или какую-нибудь Dota 2 добавят в Олимпийские игры? Это будет что-то по типу Весга, который и так уже существует. Да. И, учитывая, что все команды заинтересованы в своих собственных, образно говоря, Олимпийских играх, опять же, если взять ту же самую Dota, ну, как яркие представители флагмана, наверное, киберспорта в предыдущие годы, сейчас уже она сдает позиции, International, ради которого там все стараются набирать баллы, и могут просто пропустить официальные Олимпийские игры, просто чтобы на какой-нибудь мажор съездить. То же самое будет и в Counter-Strike. То есть это не совсем нужный придаток. Трудный вопрос. Очень трудный вопрос. Тут, конечно, с тобой нельзя не согласиться. Кибер, свое мнение, нужно ли признание киберспорта в Олимпийских играх официально? Ну, это, с одной стороны, хорошо, потому что развитие, больше турниров, больше поддержки от народа. Ну, то есть, представь, вот если брать даже на данный момент старшие поколения, мы не говорим про наше поколение, наше поколение, когда вырастет, я уверен, все будут к этому относиться вполне себе, логично и закономерно, но даже если просто сейчас вот наше поколение к этому мотивировать, к этому как бы приучать, не знаю, у меня другого слова не находится, то есть показывать. То Олимпийские игры, например, хороший очень пример, и все-таки не зря уже это признают, и не зря уже разнообразные даже звания, как не звания, разряды вот вводят. Ну, просто если говорить о том, что нужно все поколения киберспорту приучить, что это хорошее, скажем так, движение, можно взять пример Европы, ту же самую Германию, можно взять Америку, где люди уже более, скажем так, взрослые в возрасте, там, 40-50 лет смотрят киберспорт, смотрят чуть ли не семьями, при том, что нет никаких Олимпийских игр, им просто это нравится, потому что другой менталитет, как ты верно подметил. То есть здесь дело не в первопричине, дело в том просто, как это подается СМИ, как это подается самими игроками, друзья. То есть в первую очередь именно вы формируете представление, допустим, своих родителей о киберспорте, когда лишний раз там избегаете каких-либо конфликтов и вкратчиво, терпеливо объясняете, что это такое, что вы не просто в игрушки играете. А что у этого всего есть смысл, друзья? Мы победим в этой войне. Ну, война, война, не война. Да, скорее, друзья, вот прав мой коллега, и правда, наверное, здесь вот такая избитая, очень сильно избитая фраза, которую все говорят, и говорят при том зачастую в ненужных контекстах. Надо начинать с себя. То есть здесь, друзья, вы флагманы нашего большого дружного рынка, нашей семьи, киберспорта, и вы несете его в массу, вы несете его в народ. Так что, соответственно, если вы будете хорошими и представительными… Да, в этой избитой фразе есть правда именно для киберспорта, потому что, допустим, одна из тоже вечных проблем киберспорта, на что жалуются, особенно у нас в СНГ-менталитете, это, как говорится, такая вот фраза, которая мне лично очень не нравится, токсичная комьюнити, что у нас присутствует. Так вот, это самое токсичное комьюнити формируется из-за его восприятия. То есть, ну вот изначально, представим, человек 12 лет приходит впервые играть в игру, он не знает, как, он допускает ошибку и вот уже там сидит такой прожарый человек, который 8 лет катает, и он сразу же просто всю волну всех воспоминаний на этого молодого паренька сбрасывает. Ну и как дальше будет идти его формирование? Конечно же, он поймет, что это норма здесь, ругаться, всех обвинять вокруг, а не просто взять и помочь, допустим, разобраться в этой дисциплине. Когда-нибудь, когда-нибудь, все будет здорово, все будет отлично. Я надеюсь, мы все в этом замечательном мире окажемся. Я не доживу. Ну, тут уж, друзья, нам бы дожить до окончания этого таймаута. Эти долгие паузы, друзья, ведь не просто так вызваны. Опять же, Сербия, опять же, Белград. Ты думаешь, именно Сербия виновата в этих паузах? Нет, ну не Сербия, но я к тому, что все это там происходит, друзья. А Ланы, это трудно, это надо ведь все организовывать, все ставить, все настраивать. У вас под контролем огромное количество людей и игроки, которые требуют к себе повышенного внимания. И если вдруг у кого-то игрока что-то идет не так, даже какая-то мелочь, ведь эта мелочь глобально по игре может довольно-таки серьезно сказаться на самом происходящем действии, поэтому все-таки стараются настроить все наиточнейшим образом. Я думаю, господа, сейчас мы, наверное, уйдем на какую-то небольшую музыкальную паузу, попробуем выяснить, что там происходит у коллективов, и как только начнется игра, к вам сразу же вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Последнего, вроде бы, Тапсона. Дороговато. Побходится до Китая этот раунд. Ну и это, конечно, да. Пять голоков, конечно, на три девайса. Это что-то с чем-то. Да, БНТ заработал там, казалось бы, сколько он заработал там? Он заработал полторы тысячи. У него было два фрага с МП9 и один с ХЕ. Соответственно, полторы. Ну и сейчас БИГ закупается пять калашниковых. Вот это уже достойный ответ. Вот на этом уже можно возвращаться. Безусловно, когда у вас в руках пять калашей и вся возможная раскидка практически, вы должны уже более серьезную заявку давать на взятие раунда. Пока мы видим, что китайцы расходятся в основном укреплении точки B. Есть агрессивный прожим. И ты посмотри, от кого снайпер идет на болото. Да, вот так ВП реализовывать нас учит китайский Counter-Strike. Интересно, опять же, играет здесь рядом хотя бы с саппортом. С Диди, если что, АВП потерять сможет Диди его куда-то унести, перенести. Пока же БИГ продвигается аккуратно как раз-таки через бананы. Вот спускается немного коннектор. Скоро подойдут к экскурату. Все внимание возможно на этого снайпера. Хотя первым решает отдаться Диди. Больше нет саппорта у снайпера. Эксклад не уходит, ничего не боится. По ноге попадает и решает все-таки пора. Ну и теперь, скажем так, будучи в меньшинстве, естественно, разрозненно действуют. Вот китайцы в 2-2 стоят. Ну а БИГ комфортно сейчас, видимо, будут проходить под точку А. Да, занять здесь туалет и душевую, в принципе, и через длину поработать можно. Еще времени достаточно. БИГ на контроль карты сыграли. Выиграли эту дуэль. А теперь логичный заход на точку. Притом и на оборону-то не так много гранат остается. Могут еще откинуть молотов. Откидывается он, правда, не в том направлении. Вот сейчас Амбадин отчекал всех, правда, на его фомас выходит первый. Желающий получить второй. И вот со вторым уже справиться не получилось. Хе-шку прокинули, она много пользы принесла. Уже 3 на 3 перетяжки идет. И Бент это выбивает, пока не дождался он перетяжки. Ну, соответственно, с Муя бомбу ставят. Ай, и Курат внезапный в лед. И, казалось бы, мог делать этот минус, но не туда ушли пули. Мо последней попытка или нет? Мо может забрать как минус Моя, но остался один в два. При том, что у него на руках Галилу очень некомфортный девайс. Его просто кроссфайером будут закрывать так или иначе. Он пытается просочиться на длину. Забрать хотя бы калаш. С ним будет покомфотнее. Интересно. Сейчас один тап в голову. Некст или здесь, например, Нотизиан. Реагирует куда быстрее. Выживают два террориста. Коллектив Байджи зарабатывает свой первый раунд. И тут же Тайлу. И тут же Тайлу падает все-таки в эту экономическую яму. Хотя, посмотри, деньги на два девайса есть. Более... Более все. Ну, все. Да. И перебанило уже все, что в твиттер нам еле-еле пишут, друзья. Но слава богу, вы наконец-то пробились через все запреты. И вспомнили про хэштег AC Studio. Большое спасибо вам за вашу активность. Продолжайте в том же духе. Поднимайте щиты за коллектива, который вы поддерживаете в рамках этого Best of 3. Ну и не забывайте на наш твиттер, естественно, подписываться. Точка B сейчас остается почти без защиты. Посматривать здесь с болотом, можно сказать, будет абсолютно ничем не закрытый проход. Да, Диди подошел. Казалось бы, хотя бы одна чешка. О, и сам Бадди открывается со спины. Вторая чешка уже подключилась-то вроде бы. Сумбур в стане команды БИГ. Тизиан пытается пройти у нас вроде бы за колонну. Тут же есть минус на входе. Тизиан работает. Но, опять же, только накалил. Надо дождаться тиммейта. Лег же еще один у нас по БНТ. Остается последний Кольт Мо. С Зиги врывается первый фраг. Далее уходит Смаки. Будет сейвить свой девайс или драться до последнего? Драться один против двоих. При том, что хп-то у него больше суммарно, но он уходит. Время. Время позволяет. И поэтому сейчас вот он постарается изменить, возможно, вектор атаки. Уйдет, например, по... Ясно. Нет, нет. Он не будет атаковать через валут. Он мог там спокойно через трубу попробовать пройти таким же образом. Видимо, просто поработает на какие-то экзит-фраги. И он теоретически может успеть зайти через точку А, через хелпу, прийти в спину Тизи. Но его здесь будут ждать. Это глобально смысла не имеет. Ну да, поймают. Он просто взрыв бомбы здесь. Биаджи зарабатывают, скорее всего, второй. Главное — уйти, перенести бомбы. 30 хп и 40 могут и подорваться на самом-то деле, если как-то неаккуратно сыграют. Ну, Мо, по всей видимости, не получил информации о состоянии здоровья противника. Знаю, что там 30-40 хп, ему буквально по одной пуле нужно выпустить. Он бы явно пошел давить. Ну что ж. И этот, к сожалению, раунд, кстати... Вернее, наоборот, к счастью. Ты посмотри-ка, все-таки денег хватает на бай в рамках шестого. Да, то есть закупались ТЦЗшками, опять же. И таким образом девайс один перенесенный, укреплен еще тремя сверху, один юмпик. Гранат не так много, но зато китов три штуки. Все хорошо у китайцев. А АВП от атаки, как будет интересно, использовано сейчас. Чекает пока шары, там никого не видно. Экскурат пытается, ну, без АВП, но тем не менее, как-то на энтри фраг сыграть. Контролирует коннектор, уходит на длину, дабы здесь тоже начекать оппонента. Биаджи рассреатачивается на своей половине. И задача Смуи сейчас принести энтри. Ну, Смуи там, конечно же, в большом потенциале. Сразу забирается к фьюрейта. И теперь выход на точку А, по всей видимости, будет стать самой длинной. Но туда уже стремляется Бентед, который с юмпиком на короткой дистанции уже показывал сегодняшним игровым днем очень хороший хайлайтер. Еще и поменял девайс на кольт. Поприятнее будет, но Смуи все равно... Ой-ой-ой, отошел Смуи, аннистайминг. Ну что ж, хорошо. Одним фрагом пока тогда ограничились. Здесь есть еще целая минута. Биаджи могут, на самом деле, перейти даже по точку Б здесь через коннектор. Там все-таки контролирует Тизиан ту территорию. Если бы он дождался какого-то поджима от Айлу, то, мне кажется, коллектив Биаджи точно вектор бы атаки изменил. Некст там у нас также просматривал возможные поджимы со стороны Айлу по центру, по банану. Тут же пробивает именно длину. Ольджик готов проходить, тут же раскидочка. Молот, вы полетели. А там открытие, Замбади, отлично. Тапсона убили и под флешку еще будет открываться. Да, не стал он ждать, пока к нему придет оппонент. Он сам сделал этот рискованный выпад и заработал в итоге два фрага. Теперь уже у коллектива Тайлу есть информация. Они видели бомбу, 25 секунд времени переносить ее просто нет. Биаджи придется нападать сюда. Здесь уже серьезные укрепления идут. И, конечно же, коллектив Тайлу не даст просто так подойти. И остается с Моем. 9 КП у него буквально. Борисовый тут начинает давить, остается в живых только Мо. Ситуация повторяется, но в этот раз-то Мо здесь и понимает, что КП очень мало убивает двоих. И это 4-2. Не пустили на паритет по счету. Спасает рамп Мои. Правда, здесь Тайлу показали невероятный в итоге результат. Еще раз, парню Самбади, кажется, врывался с Кальтом, соответственно, на длину. Если бы не его решение, я уверен, если бы он просто ждал до последнего, когда, возможно, его не прочекают, то раунд сложился бы иначе. А пока Самбади все-таки своей первоначальной агрессией принес победу. Что ж, Биаджи. Эко. Дезерт Иглы. Опасные. Бомба. Будет ли вообще вынесена хоть раз здесь немецким коллективом или нет? Он уже очень сильно пробил. 6 любовного остается. Ну и на все время начинают давить. Он забирает первого, забирает второго. Третий фраг от него помог БМТ немного. Достает Юспик и отправляет за Лиджи. Такой уверенный в себе экскурат. Ничего не боится. Нет, чтобы дождаться поддержки тиммейта. Кому-то вот другому с ЮМП 45 отдать фраг. Нет, захотелось Юспар забраться. Ну и что же, сейчас по баю на восьмом раунде мы обнаружим неплохой запас по девайсам от команды Биаджи. Правда, там опять же есть импо седьмой. Ну а дальше калаши. При том, что Тизин играет вообще без раскида какого-либо. Интересная правда. Тайлоу сейчас. Будут ли где-то агрессировать? Пойдут ли в коннектор? Коннектор не отправились. Оставили снова экскурат. У него с каждым раундом все хуже и хуже. А нет, уже прощение. Экскурат вернее остается просто на банане. Ну, Биаджи, соответственно, сейчас опять же попытаются поработать через Мую. С Мую выпускают, как я понимаю, на болото. Да, он здесь чекает оппонента. Ну и экскурейт. Или весь коллектив атаки, кто победит. Тут действительно у него очень неплохая позиция. Для того, чтобы просто сработать с этого сэндвича, ему закидывают еще и смоки, чтобы он здесь мог работать контактно и стать неожиданностью для противника. Фацат сработал. С Мою убивает сам Бадди. Как минимум, уже в большинстве будут продолжать игроки атаки. Там же прыг идет. Экскурат не успевает забрать Тизиана. На урон немножко не хватило. Вовремя подсаппортил Тизиан своего тиммейта. Далее уже Тайлу решили слишком многих игроков и слишком многих ресурсов. Теперь только Бентед в упоре с ИМП-45. Но у него мало ХП. Мод перетягивается. Но его могут закрыть за этим грузовиком. Хотя все-таки один фраг он дал. Этого недостаточно. Коллектив Байджи уверенно проходит под точку А. Реализует ту стратегию, которую они пытались показать еще пару раундов назад. С Муя при нем, казалось бы, только один минус. Но этого было достаточно. Просто сейчас в глобальном смысле сейв не сказать, что самое лучшее решение. Потому что экономики у тиммейтов не будет абсолютно. И только если от одного девайса играть. С учетом того, что это полный ресет экономики, только один взяли и сразу же отдаете. Это провал небольшой, такой локальный для команды Тайлу. Ну что ж. Опять же, у них есть эта подушка безопасности. Они играют на пике оппонента. Напомню, коллектив Байджи взял оверпасс. Дальше Тайлу, если что, в любой момент вообще глобально смогут всегда отыграться. Для этого будет следующая карта. А Диди пока и просто так хорош. Смотри, как он настреливает двух сетей. Ну, в идеале ему бы забрать здесь было, конечно же, снайпера вражеского. Но именно снайперскую винтовку Смуя засейвил. Да, прикрылся спинами. Вот такой вот этот Смуя. Девятый раунд. Коллектив Тайлу покупает АВП, наконец-то, для Экскюрейта. Теперь уже будет у нас, возможно, какое-то снайперское противостояние между Смуей и Экскюрейтом. Не досчитался я по экономике, приношел свои извинения. Но Экскюрейт готов принимать ее в выход на центр от команды Байджи. Смещаются те также в сторону болота. Будут открывать скрипники. Подсадов на контроль нет со стороны защиты. И с зигзага также никто не посматривает нам эту воду. Ну, играют на Смуе. Играют на контроль карты. Ждут Байджи. Просто играют в эту медленную, но планомерную и, в принципе, зачастую результативную атаку. Главное, чтобы вот Смуей этот фраг дал. Пока он его не даст, скорее всего, здесь, если таймер не заставят, Байджи не пойдут никуда. Мы практически на протяжении всего игрового дня не наблюдали вот таких затяжных раундов. Все время у нас какая-то молниеносная игра происходит на карте. Неважно даже, какая это карта. Что Трейн, что Инферно. Тут действительно разнообразие. Понимают уже ответственность данной стадии. Итак, сам Байджи. Здесь может, кстати, и ни одного настрелять в итоге. Его чекнут, его чекают, но под флешку он все-таки одного успевает забрать. Байджи остаются в ситуации 4 в 4. Бомбу забирают. По ним уже есть информация. Экскюрейт может здесь банан закрыть. Нет, оппонента он не видит. Там все-таки сэндвич мешает. Ну и перетягивает сюда также Диди. Немало количества молотовых закинули. Там, кстати, горит же нет. Ушел Дэнтед и его просто добирают уже с Калаша Некс. Прорыв идет, сразу же заходит в смоки. Практически в упоре. Работает против банка. Экскюрейт пытается выйти со снайперской винтовкой. Со спины. Вот это будет удивление сейчас для Байджи. Добрый день, меня зовут Килиу. И я уничтожаю террористов. Я их на завтрак ем. Ну вот просто последний террорист очень опасен. Этот Смойни посадит со снайперской винтовкой. И он даже в упоре. Я уверен, с реакцией совладает. Ждет, ждет, что кто-то увидел же тень. Да. Упс. Тень подвела сейчас капитана Мо. Как бы он не хорош был в этой ситуации. Как бы он, по сути говоря, не сработал на два минуса. Не поддержали его тиммейты. И сейчас Тайлу отпускают уже Байджи. Но что-то не на паритет по счету. В том-то и дело, что денег не остается. И теперь приходится рассчитывать только на ЦЗшки. Только на П-250. Это десятый Дигл и один Юспик. Минимальный запас ресурсов. А вот у команды Байджи уверенность в том, что они будут делать в рамках данного десятого раунда. Они просто идут на точку Б. Ну что ж, там опорником выступает Диди. Опять же, Тайлу, посмотри, в этот раз решили отыграть очень агрессивно. Заняли подвал. Туда приходит Легджи. Да, точка Б пуста. Но вот там, интересно, заберут ли девайс Легджи. Вряд ли это уже как-то получится. Хотя сейчас попытаются Тайлу выйти на болото в первую же очередь. Но сыпятся фраги именно для команды Байджи. Ну что ж, есть да тут трофейный калашник. Вот посмотри на МО. Его не дадут засейвить. Вот в чем дело. То есть Байджи сразу же отправляются выбивать. Они узнают, что у них денег туда больше, чем у защиты. Нужно выбивать вообще все, что только вы найдете у спецназа. Экскурат, дерись, живи. Пытайся, ну по крайней мере. И в итоге все-таки нет. Одна пулька залетела от Апсона. Она тут же остановила этого парня. 5-5, друзья. Оверпасс начинает нагнетаться. Интрига. Очень важно, конечно же, кто получит преимущество. И какого объема это преимущество будет на первой половине. Ну что ж, друзья. Инферно, кстати, сегодня тоже будет. Вот Байджи мы на Инферно не видели. Почти каждый из коллективов сегодня на Инферно видели. А вот Байджи нет. Просто Элони очень хорошо, как ты уже отмечал и понимал статистику, себя чувствует на этой карте. А вот как там Байджи будут, это вопрос. Пока же, кстати, ребята, отправляются у нас играть уже по точку. Вот посмотри, какая агрессивная позиция от СМО. И вот ничего не боится от слова совсем. И в итоге, рано или поздно, под его прицел выйдет Диди. А это ведь ключевой игрок коллектива Тайлов. Это главный убийца, скажем так. Ну и сейчас Байджи будут додавливать. Скорее, ну, нужно поторопиться. БНТ, это уже близок. Кизян готов коваться на мостов. Тут же Мо получает прострелы. Отходит в закрытую играть вместе с тиммейтом. И, кажется, готовится Парроев еще и зигзага. Но успевает дать минус же еще Мо. Ну и замечательно. Теперь уже Мо на лух. Но все, оп, Сизи. Лег же, Сизи, она решили иначе. Тапсона на размен. Выход все-таки последовал. И пару отличных выходов. Минусов от сам Бадди. С монстра последний Некс. Но здесь без шансов. Слишком медленно. ВИГ здесь уже успели Тайлу занять свои позиции. И даже то Энтри не помогло. Просто в позицию, знаешь, вот такого пулеметной точки встали. В том-то и дело, что, ну, очень трудно на такие редуты врываться, конечно же. Но есть запас. Запас АБИГ спасает. Дигл вот только один. В остальном 4 калаша. Гранат тоже очень много. По этому пункту они ничуть не хуже, чем китайский коллектив сейчас смотрятся. Ну что ж, проход у нас сейчас будет куда более медленный, спокойный. Скорее всего, посмотри, бомбу где бросили. Опять же попытки вот Смуя открыться. Теперь, посмотри, у него нет АВП. И он решает, ну, что, в принципе, и без АВП тоже можно Энтри найти. И главное на Экскюрейта не наткнуться. Он все-таки из сэндвича через туалет и мог бы прострелить. Ну, меняет позицию ввиду того, что время уже поджимает коллектив БИГ. Пока что Энтри не нашел. Гранаты, кстати, довольно-таки экономично тратят. Понимает, что все равно рано или поздно выходить-то придется. Ну и вроде бы хотят все-таки по этому банану сейчас пройти на более контактные позиции, где, возможно, получится переследить БНТ-то. Хотя тот, я не знаю, БНТ-то меня до сих пор пугает. Я его помню еще на карте Инферно. Пусть они и проиграли эту встречу, но от него соло исполнение просто шикарнейшее шло в хайлайтах. Да, там у Тайлу есть определенно кому позавидовать. И БНТ-то, и Диди тоже, если вспомнишь, это было очень... Два квадрокила, это просто что-то шикарное. Ладно, мы, друзья, с вами тут соговорились. А вы посмотрите на БИГ. Все это время готовились, халпили, чтобы вот сейчас сделать этот выход. Смуэ, два энтри. И это стало поворотным моментом раунда. Как-то Смуэ смог удивить. Просто дэмэджа не хватило. Вроде бы под хорошую флешку открывался там игрок защиты, но накалил лишь противника. Тапсон буквально на один тап. И его забирают. Так же, как и Тизиан, не смог прикрыть товарища. Два игрока атаки теперь защищают поставленную бомбу. И, естественно, пойдут на ретейк китайцы. А вот и БНТ, а вот и Легжи с Дезерт Иглом. АВП подбирает тут же в руки. Далее в одну линию они для БНТ выстраиваются и говорят, можешь убивать нас одной пулькой, нам вообще не страшно. Ничего не боимся. Седьмой раунд для Тайлу. Красота просто. У нас уже не первая такая ситуация, где за сегодняшний день стоят игроки в одну линию. Вот под такие открытия игроков. Что с снайперскими девайсами, что с автоматическими. Ну что ж, БИГ. Бомба стояла, а денег все равно нет. Вот подло. Подло, конечно, у них экономика работает сейчас. И приходится с этими чешками какой-то быстрый выход под точку Б показывать. Это интересно. Они действительно несутся просто через этого самого монстра. Тут же есть первый минус капитану Вону. И дальше его продавливают теми самыми ЦЗшками. Можно забрать его снайперскую винтовку. Подбирает, правда, Эджи перекинут бы с Муэ. Наверное, все-таки получше это будет выглядеть. Ну, парадокс в том, что отправили только одного снайпера сюда. И, по сути говоря, как только он погибает, в раунд точке Б падает. Да, сейчас есть перетяжка. Но Диди потерялся в смоках. В спину, кстати, будет БНТ давить на пару самбаде. Но у них произошел размен. И Лек же с этим трофейным Мавиком начинает уничтожать. Вот в этом и проблема. Действительно, через спину Кирейта забирают. Тем самым 7-6. Казалось бы, денег не было у команды B.I.G. Но они смогли мало того, что выиграть раунд, они еще и две снайперские винтовки подсейвили. Неплохо. Вот это переворот. Друзья, ну что ж, Best of 3-то. Большой, я уверен, это только начало. Переворот за переворотом. И I.G. все-таки цепляется за свои пики. Вот сейчас, судя по баю, могут даже выходить на седьмой. Для себя Тайло экономят ради пятнадцатого. Ну и сейчас он со всех сторон начинает. Бентет вновь! Ну вот он вновь это делает. СЗ-шки два просто хэдшота оформляется. Ты хочешь уже сказать, что Бентет сейчас погибнет рядом с этим фонтаном? Но нет. Он за собой уносит еще двоих. Это здорово. Но экономика здесь не имеет такого значения. И вопрос тогда только стоит. Тайлу, смогут ли продолжить подвиг Бентета или просто отдадутся? Ну вот, к сожалению... Самбади в спину заходит. Все шансы есть сейчас раунд потащить, если самбади даст минус. Самбади, ах, потерял тиммейта. И вот здесь уже потащить для самбади шансов точно нет. Ну, парень, конечно, постарается. Может быть, даже даст эти три минуса и все-таки скажет, ну, Раф, ты не прав. Ну что, самбади, тень твою будет заметно, выйдешь из сэндвича. Будет открываться на сам плент и замечает здесь ножом у нас Тапсона. Но спину уже окружает его, друзья. 7-7 и борьба за пятнадцатый. Ну и на пятнадцатом раунде денег не так много, как хотелось бы у команды Айлум. Они закупаются фамасами, закупаются юмпиками. Транат также не в большом количестве. Да и киты есть только одни. Они у Мо. И Мо должен либо жить до конца, либо погибнуть где-то в выгодном месте. Давай посмотрим на тактику БИГ и поймем, где же будет находиться Мо. Итак, он уходит под точку Б. Притом, как я понимаю, за бочкой будет сидеть у последнего. Ну что ж, место-то вроде неплохое. Как раз БИГ вроде сюда у нас подходит. Окупирует болото. Неужели все будут валиваться через Игу? Все-таки очень рисковое направление. Там легко закрыть даже огромное количество террористов. Но пока никаких гранат туда не забрасывали. Есть первый минус. Также забирают Тапсона, но потеряли Самбадя. Открытие от Некса. Забирают также ИДД. Остаются два в три. Но защитников-то больше. А там еще и в спину Мо идет тот самый. И внезапно Мо снова включается. И у нас с Мо, я последний окруженный, вынужден, к сожалению, здесь проиграть Тайлу. Берут большинство, допустим, большое, допустим, такое на самом деле и значительное. Но, опять же, я всегда говорил, вот этот восьмой раунд, это и мораль, это и, собственно, даже математически все равно приятнее. Ну, конечно. То есть вы так или иначе получаете преимущество по завершению первой половины. Пусть оно и минимальное. Вам не нужно волноваться, что вам нужно там догонять сразу же, обязательно выигрывать пистолетку. Хотя это будет, естественно, не лишним сразу же укрепиться и добраться там, допустим, до 11. Ну что ж, возвращаемся на второй пистолетный раунд. БНТ, я думаю, просто хорош. Как бы ни в чем. Иного причины быть не может. Это же все-таки Лана и читов здесь точно быть не может, друзья. И коллектив Биадж уже завязывает перестрелку сейчас вот здесь вот на коннекторе. Попытался с Муя и его тиммейт, как я понимаю, Тапсон, занять. В эту агрессивную позицию. Ну, потеряли голову одну. Потеряли голову вторую. Мы уже говорили, что китайцы любят играть агрессивно. И получая в свои руки сторону атаки, они начинают сразу же давить. Они начинают играть очень не по таймингам для европейских коллективов. Ну, интересно, что и Биаджи все-таки рисковали. Они как раз таки и ожидали увидеть, возможно, там игроков коллектива Тайлу. Притом они, посмотрите, даже раскиды не тратили. То есть для них это была стандартная позиция. Перестреляли Тайлу. Ну, не знаю. А им пока так хорош, как и Кипс, по моим ощущениям. Но что-то рядом. Что-то рядом. Минус по Тизио, на минус по Нексу. Легджи один из последних. Да конкретно один последний. Это чистый раунд для Тайлу в атаке. Они даже гранаты не потратили. О, это здорово. Это здорово. Это, в принципе, замечательно под деньгам. Да и вообще, то есть, уверенно, уверенно взятый пистолетный раунд. Дополнительно получили там лишние 600 долларов себе, как минимум. И мы видим, что появились три Калаша. Галил, один только Фармган. Очень ответственно подходит сейчас к игре на вражеском пике. А вот у Биаджи что-то странное. Из зажигательных Ешки. Куда они хотят их отправить? Они просто собираются давить. Яму оппонента. И вот уже первый минус. Правда, Тапсон на спину забирает Экскюрэй. Все-таки вот его позицию на детской площадке не до конца проверили. Там Тизер не начал одновременно тащить, давить позиции соперника. И Некс последний на детской площадке не смог добить БНТ. Это с одним процентом ХП. 10-7. И сейчас бонусный нужно будет отдавать Тайлу. Тем самым отпуская их вполне вероятно уже на 11-й. Если только Юспики уже не сотворят чудо. Каким-то укреплением вполне возможно. Посмотрим. Ну вот в прошлом раунде была хорошая задумка от БИГ. Вот мое им уважение. Это правда было вполне себе рабочее стратегия. Но, к сожалению, немножко вот не совпало. И Тайлу не бросили позицию детской площадки. Не бросили фонтан. Не ушли куда-то на катушку. Нет, они пошли прямо из ямы. И получается, что масса соперников одна встретила с массой соперников других. А там уже за счет преимущества под девайсом Тайлу разобрались. Ну и теперь уже мы видим очень такой спокойный раунд. Тайлу, кстати, они никуда не торопятся. Зная при том, что у противников вообще сейчас ничего на руках быть не может. Первый самбади. Ему нужны денежки ваши. Но, правда, Диди не дает. Ему говорит мой фраг. И это мой фраг. Но только один самбади. Дальше Диди еще и третьего забрал. Говорит, не видать тебе 600 долларов. Ну и вопрос, достанет ли хоть что-то МОК, который также МАК-10 все-таки закупал. Нет. Фраг достается также Диди. Ну, кстати, у нас на квадро очередное вышло. Вот так легко, абсолютно не создавая проблем. Увеличивает свое... Увеличивает свое КДА. Собственно, здесь Диди пытается подтянуться к тем результатам, которые он на Инферно демонстрировал. Сейчас все-таки 15-12. Учитывая, что только что был квадрокилл. Не такой высокий результат. Би-Ай-Джи. Вы же видите, что Тайлу сейчас не в самой своей пиковой форме. Соберитесь, это ваш пик. Его нужно брать. Тут куча хаешек полетел изначально на центр. Это возможно харкат со стороны Би-Ай-Джи. Ну и теперь занятие этого самого центра и выход под банан. Тут же Тапсон с коннектора забирает Бентета. Да, Би-Ай-Джи заново подрали за эту позицию. В принципе, здесь в этот раз соперника не встретили. Поэтому смог здесь Тапсон сделать свой первый минус. Его просто банально даже не ожидали. А Смуя сейчас еще и добавил. В итоге у Тайлу ни двух игроков, ни достаточного количества раскидок. И вообще Мактен на руках. Что делать-то в итоге? Мактен очень сильно сейчас бьет по боевому потенциалу китайского коллектива. То есть с ним выходить на перестрелки вроде бы и приятно, потому что у противника нет никаких головных уборов. Но с другой стороны, против арморов-то все равно хотелось бы какой-то калашик увидеть. Посмотри, есть еще минута. Они не оторопятся, буму вообще бросают. Может быть, сейчас только Мол за ней вернется и перетянет на банан. Или куда? Выход на точку А. Готовится или все-таки один только самбади отвлекающий? Ну, пока действительно самбади действует довольно нагло. Продвигается он под туалетом уже в сторону точки А. Возможно, попытается как-то просто пошуметь. Нет, он уходит в коннектор и идет на помощь своему тиммейту на болото. Итак, в упоре Нэкс. Вот если продавят его, то будет попытка здесь уже выхода. 25 секунд Нэкс здесь не выпускает бомбу. За его спиной находится еще и тиммейт. Они одновременно начинают стрелять и все-таки закрывают бомбкерри. Минус также от Нэкса второй. Это победа БИГ. Закономерно чистая победа. Да, они не потеряли ни одного тиммейта. Для защиты это максимально приятный бонус. То есть у них очень много финансов копится на карман. Не нужно перезакупать даже элементарные арморы. Не нужно брать те же самые флешки. И киты остаются с вами. Ну и теперь мы видим, что уже серьезный бай от Айл. Да, ждем подключения XQ-Rate с АВП. Опять же, этого энтри они давно ждали. Этого энтри давно не поступало. И вот их сейчас дуэль со Смоей будет краеугольным камнем этого раунда. Пока же не получается найти какой-либо таргет. Здесь же уже очень сильно просели по ХП. И теперь уже с пистолетом пытается снайпер наглеть. Смоя переключается на снайперскую винтовку. Выигрывает дуэль. И убегает в закат. Все сделал идеально. Ох, а Смоя еще и в Смоук умеет стрелять. Ну не зря. Полиция, задержите его, пожалуйста. Потому что в этих Смаках он никого не видел. Это просто был выстрел на тайминг. Была информация, что соперник там находился втроем. Дашкарсун, короче, большое количество. Он просто повел, что кто-то под его прицел попадет. Друзья, попали. БНТ пытался что-то дать, но его разменяли. Диди последний под точкой Б. И где бомба, Диди? Где бомба? Тот самый случай, когда ты точку вскрыл, а от бомбы тебе уже никто не перенесет. Приходится за ней самому возвращаться. Все приходится делать самому, Диди. Ну что ж, может быть он сейчас и сделает все сам. Время позволяет за бомбой вернуться и еще троих уничтожить. Ну это будет, конечно, непростой для него задачкой. Сейчас у него начинает открываться Смой. Ну все, уже прошла информация, сейчас гранаты полетят. Ну давай посмотрим, где открывается накалил Смой. Не видать тебе тройного убийства. А Смой говорит, сейчас сделаю выпад. Ну 16 хп, 14 хп, даже еще меньше. Да там чуть ли не с пистолетом можно на него открыться, попробовать и забрать. Если уж на то пошло. Пытается дугать, через банана тут подключается. Он уже не выиграет рау. Вертится, крутится. Нет, ну он хорош. На самом-то деле здесь, как он контролирует этих трех немцев. Ну ладно, двух немцев и одного британца. Это достойно похвалы. Ну глобально да, в соло исполнении все он сделал отлично. Просто когда ты остаешься 1-3, бомба у тебя не под контролем, она под контролем на кроссфайере у защиты. Это уже билет в один конец. Вот этот прострел, притом, посмотрел, стрелял там примерно в руку. То есть все-таки это не X-Ray. Был бы X-Ray, наверное, стрелял бы в тело. А так краешком зацепил, повезло. Да он просто, чтобы не с полиции, как бы выстрелил. Говорит так. Потом опознают, что я прямо в голову целился. Смой здесь уже готов играть против монстра. Ну один раз так снайпера уже продавили. Не надо, наверное, излишне торопиться. Там есть вроде поддержка за его спиной в этом раунде. Ну вот он начинает с фрага Памо. И уходит в закрытую. Тиммейты прикроют уже на этой позиции. Смой сам себя прикроет, по всей видимости. Третий фраг последует ли? Пока не последовал. Но там слишком больно. И Тапсон, и Тизиан, и Смуя. Всех вообще закрыли БиАйджи. Потому что опять не теряют ни одного тиммейта. БиАйджи возвращают себе практически уже лидерство на этой карте. Но Тайлу могут не отпустить на паритет. Приличная серия. И правда могут не отпустить. У нас все-таки пай от китайского коллектива есть деньги. Они зарабатывают каким-то только им известным способом. Но вот нет АВП. И опять же против Смуя пока не удается работать. Самая главная проблема это Смуя. Вот только за счет его энтри у нас коллектив БиАйджи побеждает уже долгое время. Но тут же готов играть Смуя на подвале. И выходит прямо на Катан Мо. Тот просто не показывается. Но теперь его просто выкуривают. Молотову приходится идти на председ. Смуя промахнулся. Акела промахнулся. Капитан Мо его за это наказывает сразу же. А вот это внезапный исход событий. С такого мы еще раунд не начинали. И казалось бы по логике Тайлу должны здесь брать все в свои руки. Действительно. Они в большинстве. Начинается прорыв от длины. Там на контактную позицию уже выходят. Апсон не хочет пустить на упорные. Скажем так. В полупозиции противника. И сам идет агрессировать. Открываться за дерево. Но нет. Лучше отойти здесь. Пока смоки лежат. Тебя прикрывает Тимон. Уже еще есть в принципе неплохая перестрелка со стороны. Сам Бадди забирает двоих. И теперь уже Диди. Дизи она забрал. Некс последний. Некс последний. Некс остается играть рядом с туалетами. Ну и сам Бадди начинает давить. Сам Бадди выходит прямо сейчас. И не видит. Не видит. Естественно. Некс решил сделать выпад. Все-таки проходит под туалет. И спускается вниз коннект. Раз забирает с Ксюрейта. Есть минус. Но он один против пятерых. То есть тут вопрос. Сколько голов он заберет за собой? Два от первого. Достает нож. И на этот выпад Диди уже ответил. Очередь из Калаша. 10-12. Лу не пустили на паритет. Продолжают лидировать на пике противника. Им по сути нужно всего лишь 4 раунда. Для того чтобы стать с большим преимуществом. В рамках этого Б-103. Есть снайперская винтовка сейчас в защите. Атака играет по-прежнему на 5 калашах. И 4 гранатах у каждого. Но в принципе для китайцев это более чем приемлемый вариант. И где-то даже наверное чуточку лучше. И нежели у них была бы снайперская винтовка на кьюрейты. Они улетают очень и очень легко. Но. Начинает настреливать. Ну и тут же Тапсон со своим юспиком. Пытался кого-либо просмотреть. Чтобы более мобильным быть. Тут же достает Кольт. И естественно никуда БИГ не лезут сейчас. Тут же Бентед вместе с товарищами пытаются дождаться. Все-таки какой-то аркады. Какой-то агрессии от команды БИГ. Но и тут Смуя не пустит на длину. В этот раз промах его просто не простят. Но он промахивается. И начинают все ближе и ближе подпираться. Тайлук позициям противника. Но смотрите что они делают. Они проводят глобальный фейк. БИГ уходят с длины. Отдают ее противнику. А противника она и даром не нать. И с приданным не нать. Уходят они по точку Б. Где остается против них Тизиан. В упоре на монстре. И также неподалеку есть и Чулейджа. Диди готов пропушить. Тут же Смаки начинают простреливать. Будет ли какая-то перетяжка в спину. БИГ заходит противнику. Они будут играть через коннектор. Мо не вступает. Такой непросто. Самбади должен останавливать весь этот выход. Который идет со стороны коннектора. Он сам заходит на зигзаг. Потеряли уже Тизиана. Потеряли Бентета. Тайлу. Но они проходят сплэнт. Они будут ставить бомбу. Блять же я пытался разменивать самбади. Но моментально становится так. И тут же спрыгивает. Просто Диди в лапы. Смуя. Это какой-то кошмар. Если честно. Для китайского коллектива. 12-11. Мы действительно с вами уйдем. По всей видимости. Таким образом. На какие-то допы. В рамках первой карты. Я, если честно, немного поражен. Китайцы. Они очень напористы. Безусловно. Но такое чувство. Где-то они сами себя начинают переигрывать. Обманывать. Они слишком сложные стратегии делают. Пройди они дальше по этой длине. Которую они выиграли. Может быть все было бы намного лучше и результативнее. Мы, естественно, никогда уже не узнаем. Потому что такой раунд. Никогда больше сыгран не будет в контр-страйке. Каждый раунд в контр-страйке уникален. Как снежинки. Так что. Только новые победы. Сейчас должны быть для коллектива Тайлу. Биайджи. Помним. Они играют на своем пике. То есть у них больше ответственности. По логике. Они должны закрывать эту карту. Брать ее под контроль. И уже со спокойной душой уходить на Инферно. Которое выиграли Тайлу. Потому что под конец нас ждет кэш. И вот вопрос. Доберемся ли мы до него. У нас, безусловно, очень. Подничком идут сегодня все встречи, которые были. Все Best of 1, которые мы с вами посмотрели. Но при этом под конец. Именно когда счет становится уже. 12-10. 13-11. Что-то подобное. Какая-то команда. Берет за рога быка. И не отпускает. И выезжает тем самым, естественно. Победителями из сражения. То есть мне кажется, что если Тайлу здесь возьмут пик противника. То со своим пиком они просто уже на плюс морали смогут развалить немцев. Но это все лично мои предположения. Друзья, не забывайте свои мысли по поводу данной встречи. По поводу данного турнира. По поводу сегодняшнего прекрасного солнечного дня. Писать нам в Твиттер. Все ваши интересные сообщения мы будем вводить в прямой эфир. И общаться с вами. Это единственная возможность у комментаторов во время эфира. Как-то контактировать с зрителем. Потому что чатик Твича мы, к сожалению, просматривать не можем. Да и воспринимать его очень и очень трудно. Поэтому если вы хотите что-нибудь сказать. Может быть даже не просто для прямого эфира. Что у нас тут? Что за магия? Смоя, да. Он очень ответственно подходит к возложенной на него роли. И настреливает просто, как не в себя. В принципе, так и должен, наверное, отыгрывать Сайпер. Свои стороны. Долго ехать будет этот вид транспорта. Смуя, я думаю. Но, может быть, может быть. Что же, друзья. Я рад, что Твиттер у многих все-таки начинает уже наконец-то открываться. У нас вчера был просто какой-то кошмар. Никто не мог пробиться ни на Твиче, ни в Твиттер. Блокировщики, спасибо вам за все эти сложности, которые вы надбавили. И, видимо, какие-то технические уже у нас неполадки, по всей видимости, у игроков. Потому что тайм-аут очень сильно затягивается. Господа, мы, возможно, с вами уйдем сейчас даже на какую-нибудь музыкальную паузу. Попробуем узнать, что там происходит. И как только игра стартанет, мы сразу же вернемся к вам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Говорите, за кого вы болеете, из какого вы города. Коль у нас есть такая пауза, у нас есть возможность пообщаться с вами обо всём на свете. Мне интересно, вот есть такой процент людей, которые сейчас сидят на трансляции, он очень хочет написать в Твиттер, но Твиттер просто не открывается, потому что он заблокирован. Если уж и до Гугла добрались. Смотрите, этот тайм-аут не затянулся даже на 10 минут. Я считаю, что это уже улучшение результата. На новый круг выходим. Ладно, шутки в сторону, шуток больше нет. 25-й раунд, 12-12, паритет по счёту и бай, в принципе, равноценный. Единственная проблема, что у атаки всё-таки поменьше будет гранат для того, чтобы врываться на точке. Видим мы, что здесь Бентет находится в целом довольно в агрессивных позициях. Ну и рядом с монстром уже тут прогренили. Вроде бы изначально смоки также обновили. Защита очень много информации с картой сейчас собирает. То есть с центральных позиций, с банана, с шаров. И также на коннекторе есть игроки. Тизиан спускается на канал. И отсюда начинает настреливать в монстра. Но рандомы пока не летят. Тут же монстр встречается с Нексом. Проигрывает перестрелку. В большинстве остаётся защита. Атака должна действовать. Какие-то контрмеры принимать. Открываются. Тапсона тут же прострелом. Ещё и бедолагу Некса пришили. Моментально оказались уже вчетвером. Я напомню, что карта оверпасс это выбор команды B.I.G. Дальше следует ещё у нас Инферно. Для команды Тайлу. Ну и что же. Сейчас начинают давить со всех возможных сторон точку B. Очень многое зависит от Тизиана. Тизиан начекал противника. Уходит играть под зигзаг. Рядом с ним параллельно стоит тиммейт. Экскью Рейт просто находится с снайперской винтовкой на монстре. И просматривает, контролирует возможные аркады. Вот защиты прикрывает. По сути своего товарища. И который врывается. Тизиан играл за колонны. Хотел открыться на зигзаг. Но получил оттуда пулю в голову. Остаются лишь двое. С мой снайперской винтовкой в упоре. Сурейт всё-таки выиграл эту снайперскую дуэль в рамках 25-го. Ну а теперь на дворе 26-й, 13-12. У B.I.G. система 1 за 2 уже должна включаться. Соответственно, бай они смогут сделать на 27-м раунде полноценный. Здесь просто поработают в минус экономику. Ну и, знаете, всегда есть маленький шанс, что вы сможете выиграть даже просто на юспиках. А тут тем более у Смоя снайперская винтовка появилась. Выровняли экономику немного. А вот играть от одного снайперского девайса это уже заявка более серьёзная. Тем более у Некса там 5-7. Есть армор с каской. Тапсон тоже с армором. Если они получат в руки вражеские девайсы, уже станет всё действительно более чем интересно для того, чтобы этот раунд попробовать забрать и выйти вновь на паритет по счёту 13-13. Бомба скинута на Лектрике практически. Там же есть два игрока в упоре монстром и готовы проходить под точку Б, если будет такая команда дана капитану. Но там есть укрепление от команды ПИГ. Сейчас вполне возможно будет смещаться туда ещё и Некс, но нет. Некс играет под точку А. Смогут подбрасывать смоки. По таймингам всё, понятное дело. Полетела ещё и флешка. Побаиваются, что сейчас от Эллу пойдут на прорыв. Сам Бадди продвигается под зигзаг. За ним ещё и снайпер. Просто такое чувство сквозь него. Снайперский прицел и ствол проходят. Но вот, собственно, и нашли первый фраг. Некс погибает. Здесь же начинает насстрелить Шекспирейт Смуя. Снайперская винтовка ждёт выхода с зигзага. Ему должны загибать гранаты. Да, флешёный уходит. Он вроде бы на граффити. И теперь попытается сработать против игроков, которые уже прошли на точку. Моя не чекает позицию. Смуя промахивается. Но второй раз он этой ошибки не совершил. Правда, он последний. Так или иначе, на него либо не будут открываться, либо откроется вот-вот град флеша. Флешки закончились. План не сработает. Теперь только разменивать. Но справляется Дидим. 14-12. Два шага для паритета, если мы смотрим глазами БИГ. Два шага до победы для Камантейлу. Но всё это очень и очень большими проблемами оборачивается для БИГ. Они из-за того, что закупились вот предыдущим, купили эту снайперскую винтовку, пистолеты, арморы, сейчас вынуждены опять экономить. То есть они отпускают противника на маппоинт. В рамках этого БС-103 на своём собственном пике. Ну, либо сейчас, опять же, ЦЗшки и Диглы сделают чудо. Чудо будет делать в первую очередь Некс, который уже проходит на душевые, но нет, он поймал просто классическую пулю в голову с Калашом. Тапсон отправился вслед за ним. Без тиммейта было грустно. И попытка защитить точку А. Перестрелка идёт из-за контейнера, но всё это не приносит никаких абсолютно дивидендов. Тизен последний, ЦЗшка проходит через банк. Ментед здесь же. Тизен, видимо, поиграет на какие-то экзит-фраги. Но его просто могут пройти сейчас и пропушить. Понимают, что где-то здесь, наверное, противник и находится. Тем более, как только он пошумит. Скюрейт! Отличный флик! Забирает он игрока. Команда защиты 15-12. И вы посмотрите, то есть вроде бы даже с такой экономией, с двумя раундами подряд на недефолтных пистолетах бай у команды БИГ из-за трат регулярных, из-за барморов, из-за ЦЗшек, закупленных гранат каких-то элементарных. Сейчас явно не такой, который вы хотите видеть при начале своей длительной серии. Не хватает гранат, особенно агрессивных. То есть флешки с маки есть, а вот каких-то молтовых закупить не получилось. По таймингам останавливать выходы атаки. Тизиан спускается. Начинает настреливать, кстати, неплохо. Вроде бы в монстра, но такое чувство, как будто бы он перестал стрелять. Это было ошибкой. Диди очень битый. Три хп. Диди убивают хаешкой. Также дорабатывает Некс. Самбади. И все переворачивается с ног на голову. Три игрока атаки в живых. Тизиан начинает выливать. Огонь повсюду. Тизиан пропрыгивает вперед. Но нет выбора. Экскюрейта нужно прикрывать. И пока еще живут. Вроде бы. Но слегла голова. Так, Кэптан Мод. Также у нас остается Экскюрейт и Бентед. Экскюрейт против двоих. Но даже если он одного заберет, дальше его должны брать в размин. Он же выходит просто на... И вбивает Некса. Это что за реакция вообще была сейчас вот этого снайпера? В него дух смуя вселился, что ли? 15-13. Но из плюсов у команды атаки накоплены ресурсы, естественно. То есть сейчас появляются 4 калаша, снайперская винтовка. Опять же, все гранаты и все арморы. Теперь осталось поработать только на тактиках. Эджи уже лучше бай. Уже больше гранат. Уже появились какие-то агрессивные. И по девайсам все поинтереснее вроде бы смотрится. Смуя агрессивную позицию занимает на шарах. Практически в упоре. Вроде бы должен был оттуда чекать изначально выход с ямы. Смуя пропускает одного. Увидел еще и на джампинге. Какие дистайминги. А там уже Мо погиб. Настреливать начинает самбаде. С коннектора полетает еще и ХАЕшка. Самбаде проседает до 63 хп. И теперь, по сути, просто разрозненно. Очень сильно по карте действовать единым звеном будет проблематично. Но как они будут выбираться из этой ситуации, будем узнавать в ближайшие несколько секунд. Есть еще целая минута для того, чтобы дождаться какой-то агрессии. Попытаться выманить на эту самую агрессию противника. Смуя как раз таки сейчас готов просматривать банан. В снайперском прицеле может появиться БНТ. Тут же Дидис забрал. Тизин, он и Тапсон его разменивает. Тайлу по-прежнему не могут добраться до паритета по живой силе. Да, они могут воспользоваться тем, что втроем они могут ударить в один плент. И неужто дистайминги? Как же сам Моаде начал крутить головой своей не вовремя. Смуя за это наказал. Ну и Экскюрейт-то добрали. Неужто допы? Денег-то не будет у атаки сейчас на 30-м раунде. БИГ не хотят отдавать. Здесь оверпасс, ну ладно, ладно, Заяц драматизировал. Будут деньги. Есть калаш, есть даже несколько гранат. Кто-то, конечно, будет чуть-чуть подрезан в своих возможностях. Пары гранат не хватает у Диди. Нет снайперской винтовки, два юмпа. Но в целом все это может, скажем так, сработать. Моу же проседает на 8 кп, но это первоначальная раскидка. Кстати, вот Бентет гребает куда больше. 45 кп долой. Там уже с болота начинают давить. Сами же Эндону подходят под монстра. Но открываться на точку Б пока не стали. Очень агрессивно играет Тапсон. При том, что сейчас разворачиваются китайцы. Хотят узнать, кто это шумит у них в доме. И могут найти Тапсона в первую очередь. Моу пытается пройти подвал. Но там его со стороны гонектора будет ожидать непосредственно Смуэ. Интересную позицию он занял снайперской винтовкой. Тапсон, Тапсон на детской площадке. Тапсон, угадывайте, выйдет у нас на него ксерейт. И здесь же попытается уйти Тапсон. Но тут уже, конечно, сам Баги не отпускает таких наглецов. Да не может быть, что сейчас китайцы смогут потащить 16-й. Зачем была эта вся серия БИГ? Все ваши хайлайты, все ваши попытки. Давайте допы. Ну и что же. Три человека у нас сейчас остаются в живых за сторону защиты. Диди открывается с монстра. Здесь не разминулись немного с Тизианом. Тизиан ушел на зигзаг. И они просто не видят друг друга. Они расходятся, как в море корабли. Диди видит. Увидел ствол за цементом. И просто аккуратно на шифте пытается добраться. Он сам открылся. Ну и с префом вышел. Забирает еще одного игрока защиты вдвоем. Некс. Лиги остались против. Всех сил тьмы, которые сгущаются на точке Б. Забирают Некс. Остается только один. Лиги. И он дает первый минус. Второй минус. Но и тут, собственно, Диди дорабатывает последнюю надежду. Команды БИГ. 16-14. Какой же шикарное начало этого Best of 3. Первая карта у нас на этом заканчивается. Дальше следует Инферно, который выбрали уже Тайло. И китайцы будут в своих, скажем так, родных пенатах воевать. Но, друзья, мы с вами надолго не прощаемся. Надеюсь, что за ближайшие 10 минут организаторы уже, непосредственно, на лане исправят все технические неполадки. И следующая игра пройдет без этих длительных тайм-аутов. Поэтому пока готовьте себе чай, обновляйте кофе и пишите нам в твиттер по хэштегу AC Studio. Также есть очень яркий повод подписаться на данный канал. Ведь завтра точно так же у нас будет этот турнир. Ну а сегодняшняя Best of 3 продолжится буквально через несколько минут.